Все меньше зелени на скелете города. Этот факт не дает активистам забыть о предстоящем строительстве нового корпуса АГУ. Ради него придется вырубить часть сквера. Краевед Даниил Дегтярев, который давно выступает за неприкосновенность исторических зданий, теперь защищает и деревья. Считаю, что исторически сложился центр Барнаула с большим количеством зелени. Он таким создавался в 60-е, 70-е годы. Это уже привычная нам среда, это некий такой привычный облик. И можно даже сказать, что это тоже элемент истории, да, это история 20-го века, которую мы тоже должны помнить, уважать и сохранять. Данил предлагает оставить сквер и даже облагородить. Например, создать аллею ученых, прибавить к бюсту Гуляева и Тиньшанского другие памятники. Также против вырубки Иван Быков, он преподаватель. Объясняет студентам-архитекторам, что зеленые зоны в городе необходимы. А вот данный проект считают еще и архитектурно неуместным. Оно у нас станет стеной, в данном случае мы рядом стоим, порядка, наверное, 3-4 метров за мной. Это уже будет стена. Стена порядка 35 метров в высоту. Это где-то 10-этажный дом. То есть у нас уже какие-то визуальные точки поменяются, у нас начинается перекрывание каких-то других обзорных видов. Например, вот такого вида на новогоднюю ель уже не будет. Активисты предлагают подыскать другие места для нового корпуса. Мы позвонили пресс-секретарю университета, чтобы узнать точку зрения вуза. Нас попросили писать официальный запрос и ждать решения ректора. Подождем. Андрей Дрейр, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...